хорошо мы записываем видео друзья мои мы не транслируем я видео записываю и позже это видео будет доступно вольтселем фейсбук а сейчас я просто поделюсь ссылочкой на на нашу запись а лесь вам слово потому что время время все ваше да начинаем сегодняшняя тема там трансценденция тема в общем то которая если мы обращаемся к философии она неизбежно всплывает бывает настолько что в каком-то смысле является визитной карточки философии но визитной карточкой в том смысле что трансценденция или выход за пределы является тем действием ну или поступком ради которого в общем-то философии существует и сегодня я сразу насколько это возможно раскрыть смысл того что значит выходить за собственные пределы так вот касательно трансценденции самые разные философские школы использовали термин если они не использовали но они применяли какой-то другой термин который по сути имел тот же смысл и тоже тоже значение здесь значение несколько когда говорю несколько значений я подразумеваю не интеллектуальное знание которым мы ищем вот какое-то значение а потом пытаемся согласовать это значение с миром который нас окружает примерно примерно так как происходит с картой когда мы смотрим направление движения по карте но при этом понимаем что карта это не сама местность это не сама территория даже был такое философское направлению кожипского который этот пример разыгрывал то есть он раскрывал смысл того что карта не из территории вот когда я говорю о трансценденции то я подразумеваю нечто совсем другое я имею ввиду что вот это действие этот акт выход за пределы он вроде бы происходит внутри и и по отношению к философскому философскому скажем так знанию хотя знание здесь условно а он происходя философском знании то есть тексте явление ком-то философском он тем не менее приводит к тому что что то меняется в жизни что то происходит жизнью если речь идет выходе за пределы то происходит переход к другой жизни а что значит другая жизнь это не означает что как в скажем в религиозных воззрениях как фантазиях мифах мы подразумеваем по другую жизнью ту же жизнь что происходит с нами каждодневно но при этом улучшенный какой-то вариант может быть в пределе идеальный совсем не так речь идет о том что выход за пределы то есть трансцендирование позволяет нам обнаружить себе и вокруг ту жизнь которое не вписывалось бы в рамки возможностей о которых говорит знание знание всегда дают некое обещание дают какую-то какую-то перспективу и по этой перспективе можно идти вернее к этой перспективе в эту перспективу в направлении которое можно двигаться опираясь на знание то есть на связи явлений в мире которые позволяют нам видеть этот мир как какое-то целое такое речь идет здесь скорее о том что происходит какой-то разрыв а затем когда этот разрыв произошел мы окажемся в другом в том смысле что мы никак не могли даже предположить ничего подобного но при этом то другой мир который появляется он согласовывает собой мир прошлого то есть дает какую-то преемственность это преемственность позволяет в этот другой мир не войти но подчеркиваю именно в обратном порядке не из прошлого в будущее когда мы смотрим сквозь оптику прошлого на будущее и это будущее видим понятиях прошлого а когда прошлое меняется в будущей жизни то есть другой жизни и в другом мире и вот подчеркиваю это другая жизнь в себе несет обязательное условие жизни как обновление то есть попросту говоря если нет выхода за пределы то мы не живем хотя и внешней точки зрения являемся живыми но изнутри это оказывается не так поэтому я еще раз подчеркну только тогда когда мы совершаем выход за пределы только тогда и при этих условиях мы оживаем 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 тогда когда трансцендируем а жизнь точки зрения вот этого выхода за пределы акта трансценденции это отношения и вот получается судьбопытная вещь когда мы смотрим на отношения то философия говорит между тем что известно отношений быть не может отношения есть свойства жизни при условии что неизвестное непредсказуемое и непредсказуемое составляет сердцевину этой жизни в действительности если мы что-то знаем мы знаем это только потому что вещь которую мы знаем мертва это объект это бабочка наколотая на булавку в гербарии она вроде бы напоминает живую бабочку то есть можем мы ее наблюдать можем даже восхищаться ее формы и окраской но она никогда не взлетит и точно так же когда мы рассматриваем жизнь сквозь призму знания мы видим нечто что напоминает живое но в действительности это не живое а с неживым установить связь невозможно потому что невозможно установить связь с завершенным миром или завершенной реальностью когда нечто является завершенным оно хотя и приобретает подобие идеала но лишается жизни то есть лишается потенциала и способности быть быть другим только тогда когда существует неполнота только тогда возможны отношения как проявление жизни и в этом смысле акт трансценденции делает нас живыми поскольку в реальности которая кажется мертвой мертвой находит некий пробел некую слепую зону слепу в том смысле что прошлое туда не проникают что в этой зоне есть только непредсказуемая и логически невыводимая возможность и вот именно это возможность и объединяет нас а если этой возможности нет мы оказываемся изолированными я говорю о том что акт трансценденции есть выход за пределы то это означает также то это выход за пределы знания живое мы не знаем соответственно разница между живым и неживым пролегает в невозможности знания то есть там где можно знать там мертвое там где знать невозможно причем невозможно знать в принципе там живое это важно именно потому что не всякая неизвестная является тем принципиально непознаваемым например мы можем не знать чего-то но это что-то в мире уже имеется и соответственно с помощью каких-то процедур через какое-то время это неизвестное мы сделаем известно то есть мы приложим это к той сумме знаний которые у нас есть и как в пазли это знание пойдет на свое место пути трансценденции это не так поэтому очень интересная вещь различия которые в общем то позволяют нам видеть в мире разные вещи а потом за тех разных вещей составлять мир в акте выхода за пределы в акте трансценденции стираются здесь важно что получается если мы в какой-то точке выходим за пределы то мы выходим за пределы не той вещи или того состояния а всего мира которым эта вещь или состояние пребывают очень важный момент это очень важный момент и поэтому получается что нам не нужно знание выход за пределы то есть переход от живого от простите от мертвого к живому может быть совершен в любой точке и когда этот переход совершается мы оказываемся в особом состоянии это не другой мир в том смысле что это готовый мир это не другая жизнь если понимать под этим тоже какой-то готовый целостный образ жизни это мир и жизнь который все время оказывается своего рода открытым потенциалом он не имеет никакого определенного значения он не не является каким-то определенным содержанием это своего рода такая плодотворная пустота пустота которая несет себе возможность любого порядка ну какого тут очень важно заранее неизвестно то есть это не вписывается в идею предначертанного предзаданного мира и жизни каждый момент времени если в нем совершается акт трансиденция мы если это так совершаем обретаем радикально качественно иную возможность и соответственно в этот же момент возникает особого рода реальность которая в каком-то смысле являются нашим творением то есть это уже не чужая реальность это реальность центром которой являются являемся мы в той мере в которой мы выходим за пределы то есть иными словами как только мы выходим за пределы состояние состояние нашего ума состояние незнания состояние неопределенности оно совершает такие возмущение в реальности что вокруг нашего незнания начинает кристаллизовываться новый порядок и его центром как раз оказывается незнание и неопределенность неполнота потому что в том мире стержнем которого является определенность знания и законы мы не являемся живыми хотя и можем повторять те действия те акты которые делают нас похожими на живых почему это происходит так потому что любой закон и любое знание это всегда общий закон и общее знание это означает что каждый кто является носителем этого знания и каждый кто этому знанию подчинен он лишний в том смысле что он является заменимым какая разница кто будет устанавливать скажем закон семейного тяготения по отношению к этому закону все будут одинаково заменимыми и одинаково произвольными не один так другой подобно тому как произвольные детали механизме их можно заменить а соответственно то что можно заменить то не является реальным а реальным поэтому я снова сделаю шаг и скажу что трансценденция это вопрос о нашей реальности реальны мы только тогда когда мы уникальны но это уникальность не имеет формы она бесформена в той мере и в том смысле которым которым раскрывается как потенциал идущий за всеми определенными формами то есть нечто завершилось но жизнь не там а жизнь переместилась другую возможность неопределенную возможность и с другой стороны почему важно выходить за пределы что только тогда когда устанавливается предел то есть то есть когда форма когда реальность обретает границы только тогда она сообщается опять отношения она сообщается с принципиально неизвестной возможности когда реальность своих границ не обнаруживает когда наступает дереализация она превращается в фантазм в плену которого мы оказываемся если привести пример то так происходит с наукой уже стало общим местом сейчас говорить о том что наука ну она занимается всем если она чего-то не знает то безусловно она она это узнает это как раз и есть очень четкий пример того как реальность теряет свой границ а ведь мы на психологическом каком-то уровне мы не приносим ограничений мы считаем что это нас как-то ущемляет но в действительности просто потому что нам хочется быть мертвыми мы не хотим обновлений которое предполагает разрушение привычного нам образа жизни и привычного порядка вещей но все равно в в мере который мы можем стать живыми нам придется принять хотя это очень сложно необходимость транссиденция необходимость выхода за пределы здесь есть такой интересный нюанс наше знание о мире и мир разделены только по той простой причине что это знание о мире лишенном потенции то есть о мире лишенном возможности когда-то замечательный ученый но он и философ одновременно Илья Пригожин приводил пример музея в котором мы можем наблюдать экспонаты можем заходить в музей выходить из него потому что с экспонатами ничего не случится это застывший мир мы можем знать что-то только потому что это уже не реальность мы можем проводить эксперименты многократно и получать схожие результаты только потому что это не реальность реальность всегда единична это означает когда она осуществляется то на следующем шаге она уже не будет такой которой была здесь возникает тот страх который позволяет замкнутой в рамке определенности жизни избегать своего своего обновления а а когда это обновление не происходит да мы не только не извлекаем понимания из своей жизни реальность ну и создаем а все условия для того чтобы тогда когда каких-то неожиданных обстоятельствах может быть даже катастрофичных привычный порядок начнет рушиться мы бы оказались погребены под обломками этого порядка то есть по сути дела погребены под обломками иллюзий здесь важно знать еще следующее актер седенции он прокладывает границу между знанием и пониманием потому что они в действительности находятся не в прямой связи обычно подразумеваем если мы что-то знаем то мы это и понимаем но это не так с философской точкой зрения понимание это открытие перспективного то есть я нечто понял когда я понимаю для меня уже не важно детали мне не нужно их логически упорядочивать мне не нужно образно выражаясь подводить вот общий знаменатель я это понял то есть как бы сжал в точку точку единого понимания а если сжимаем в точку единого понимания это означает что следующим моим действием будет переход к другому пониманию и в этом отличие от знания знание воспроизводится а понимание приращивается скачками то есть приращивается переходами в том что внутри знания таких переходов нет там есть правила их комбинация и не более того в том таким образом у нас получается ряд что акт инсиденции это переход от жестко определенной реальности к реальности максимально неопределенной максимально бесформенной той за счет которой вот эта жесткая реальность может обновиться может стать другой потому что внутри привычных закона внутри привычных рамок реальность будет всегда оставаться одно и то же чтобы не происходило как история о создателе тюрем которому дали задание построить дворец в итоге построил тюрьму потому что он привык делать только только одно вот это только одно воспроизводится воспроизводится в привычных условиях мы потому и застреваем в этой определенной реальности поскольку оказываемся от нее отделенными в каком смысле отделенными вот когда-то парменит говорил прошлый раз это поминал раз бытие и мысль которая это бытие замечает это одно интересно кстати 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 мысль которая показывает что подлинно мы понимаем познаем бытие только тогда когда сами становимся реальными то есть сами становимся бытийными а что означает вот это единство да что бытие и мысль это это одно это когда мы обнаруживаем реальность как уникальную то есть ту реальность которую которая не будет тиражироваться которая не будет разворачиваться в привычный ход времени со сменой прошлого настоящего и будущего и мы начинаем двигаться скользить во времени по отношению к этой застывшей реальности и вот это скольжение не позволяет нам обнаружить себя и тем самым открыть перед собой возможность стать чем-то или чем-то принципиально другим и именно вот этот переход от известного к неизвестному не в том смысле что это есть но мы это пока не знаем а в том смысле что мы понимаем только ту реальность которая устанавливается и возникает прямо перед нами не предшествует нам а возникает вместе с нами такое хорошее с латинского выражения инстату на сцене мир в состоянии рождения вот когда мир в состоянии рождения и мы в состоянии рождения что означает рождение рождение как рождение другим не тем кто был вот там мы становимся с миром и святее с бытием единый вот это вот проблема разделения субъекта объекта то есть того кто познает и предметы его познания она здесь исчезает потому что реальность она не делится а если она делится то это в общем иллюзия не реальность об этом очень хорошо говорили буддийские мыслители когда приводили пример вот реально спирт повозки то такое повозка мы начинаем перечислять повозка например это короб это вот колеса это оси которые эти колеса соединяют тогда получается хорошо да это сумма этих предметов нет это часть этих предметов тоже нет и вот разбирая телегу по тетям оказывается да что мы не в состоянии определить что такое телега мы разбиваем на кусочки но в этих кусочках мы получаем знание но не получаем понимание как в той же опоре когда ахилис не способен догнать черепаху поэтому основа группа понимания это всегда акт трансценденции это когда привычный мир сжимается открывается абсолютно непрогнозируемая и невидимая с позиции предшествующего то есть прошлого знания перспектива в том смысле это состояние некого абсолютного хаоса в котором нет привычных опор ну подчеркиваю этот хаос есть одновременно условия того что мы живы и одновременно же это условия того что мы способны не только знать то есть на части уже существующей реальности и знать связи которые в уже существующей реальности между этими частями есть а знать реальность как возможность другой обновленной реальности которой когда обновляются реальность обновляемся нам обновляемся мы то одновременно поистине оказываемся живыми и мы и реальность потому что мы действительно здесь одно вот а теперь бы я хотел вопросы чтобы это не было моим таким сплошным монологом я как уже говорил не особый любитель такого но вот будут ли вопросы у меня лично пока не родились я просто предупреждаю буду молчать пока какое-то время друзья вы сами регулируете звук задавайте вопросы пожалуйста я я бы хотел о неделимости реальности поговорить потому что собственно вот это вот скольжение в хаосе скольжение в реальном изменении я говорил скольжение возникает не в хаосе а скольжение как раз возникает в застывшей замороженной и разделенной на части реальности в хаосе нет движения в этом смысле то есть тут получается сложная коллизия мы мы же не можем постулировать наличие постоянного типа ну условно знания или типа движения который включает подлинную реальность да то есть все что становится знанием становится реальностью прошлого и конвенциональным и закрепощенным и ограниченным соответственно какие-то эпистемологические условия они невозможны если мы все время обновляемся то есть статус реальности это всегда новое и оно не объяснимо принципиально то есть мы его можем только по словам объяснить через опять же научные какие-то теории или теории являющиеся застывшим знанием то есть получается тут проблема в том можем ли мы вообще об этом адекватно говорить язык все время нас отсылает в прошлое уже установленные рамки язык ссылает в прошлое в той мере в котором этот язык является не философским языком потому что философский язык это особый я об этом буду говорить в следующий раз вот это особый язык в котором нет обычных значений которые по отношению благодаря которым мы начинаем бежать во времени по отношению к застывшей реальности что это значит например обычный предметный язык то есть не философский говорит дерево и тут же у нас это все расщепляется в видах в родах деревьев и так далее то есть не просто дерево сосна тополь дуб а какой как разовидно с дуба как разовидно с сосны и так далее то есть мы начинаем присутствовать в том дроблении реальности о котором Джон Дон писал вселенная на атомы крошится вот а когда мы говорим философский дерево мы говорим дерево как таковое интересно такая приставка как таковое что это значит это означает чем является дерево дерево само по себе и чем является наше понимание этого дерева а что означает само по себе когда что-то само по себе а что то не само в той мере когда любая вещь любое явление соотносится с другим или с другими уже известными явлениями оно всегда взаимозависимо она не само по себе само по себе дерево оказывается тогда когда она подходит границе за которой принципиально неопределимая бесформенная реальность как хайдеггер например точно называл реальность как ничто и говорил о предстоянии пинут философский язык это когда вещи предстают не друг перед другом в их неостановим беге до запутывающим а предстают перед ничто вот это будет философский язык которые не являются обычным языком и с помощью этого языка может действительно можем мыслить вот так я отвечаю на этот вопрос приветствую всех не не самого начала получилось я попал на нашу встречу и немножко так ну не не совсем профессионал да может какие-то глупые вещи говорить но понятие трансцендентности это понимаю это а как него можно попасть только через медитацию или через осмысление тут сразу возникает вопрос что значит медитация что очень непонятная вещь поскольку мы говорим о философии что значит акт трансценденции если говорить о том что трансценденция акту и движение куда-то в действительности это движение никуда ну что игру это движение бесформенной не имеющий возможности которая еще и добавок не вытекает из прошлого поэтому трансценденция это ничто иное как отпускание или отбрасывание привычных опор привычных представлений о себе и о мире вокруг себя когда это отбрасывание происходит да происходит скажем так забывание привычно красота трансценденция так забывание привычного мы забыли прошло мы забыли привычную систему привычную систему систематизации предметов вещей в реальности писать обнулились да мы обнулились вот это и будет акт трансценденции то есть акт выхода за свои пределы и какая практика как обнулиться то есть но это это сложно просто вот взять все забыть и мы настолько порой как как сказать-то консервативно во всем этом у нас только привыкли на эти все опоры на свой прошлый опыт опираться что как как вот с чего начать я бы сказал так что с чего с чего начинается акт трансценденции как я уже говорил его первое проявление его первое проявление это то что происходит само а не то что мы делаем специально это когда мир в каком-то своем проявлении оказывается избыточным что значит избыточным мы обычно когда живем в мире мы понимаем что к чему собачка гавкает а кошка мяукает мы понимаем что за этим последует и ничего странного мы в этом не видим странного чего грубо говоря не могли бы объяснить и классифицировать небо голубое трава зеленая ну и так далее а вот когда в этих явлениях вдруг проявляется что то что мы не можем классифицировать определить и что проявляется как некая избыточность которая не влезает в мир вообще не влезает вот тогда у нас первый реальный опыт трансценденции вот он очень хорошо описан у маршеля прусто например вот воспоминание ну точно воспоминание героя о том как он едет на повозке и за деревьями там три шпиля церкви и вот они очень странно для него странно дух стало странным да мир мир показал себя странным они начали как-то как будто танцевать то сходиться друг с другом то расходиться в каком-то странном ритме и это нельзя было объяснить ни одним привычным отношением вещей в мире это не вписывалось никуда вот это пример такого переживания которое является естественным первичным актом трансценденции который мы не сделали сами а вот дальше дальше когда у нас есть такое переживание такое впечатление мы уже идем ищем те инструменты которые могли бы это впечатление раскрыть потому что в готовом мире в готовой реальности в реальности где 2х2х4 привычной реальности для этого места нет почему я говорю что мы не живы в привычном мире и вот когда у нас есть вот этот вариант странного мира мы идем ищем ищем инструмента инструмент тогда вот как раз философия с ее символами в которых вещи связаны не друг с другом а с ничто с неоподеленностью и поэтому они называются не дерево а дерево само по себе человек сам по себе не обязательно так но я говорю принципиальную форму обычно именно такое значение философские понятия или конструкты имеют вот тогда уже мы можем с этим работать но подчеркиваю начинаем мы всегда со своего опыта который мы сами не создали который у нас у нас есть и соответственно мы можем обратиться в этом поиске к себе то есть к прецедентам философского мышления то есть к философским текстам потому что когда мы обращаемся к ними мы реально обращаемся к очень странному явлению мы не можем за них зацепиться поэтому мы просим ой дайте пример из привычного мира пример который можем пощупать который можем систематизировать который мы можем поставить какую-то клеточку привычной нам картиной мира а здесь оказывается все непривычным вот это тот способ об этом кстати в китайской философии очень хорошо сказано Лао Цзэ который говорит что путь имеющий постоянное имя это не путь путь бесформенный неопределенный вот это путь и вот когда мы сталкиваемся с бесформенностью неопределенностью философских текстов это мы тем самым совершаем следующий шаг после собственного переживания которое они сами создали в этом смысле получается что обусловленная реальность или реальность известного кондиционально она в философском смысле не существует да или можно так иначе сказать об этом вспомнив это иллюзия что это иллюзия можно вспомнить известную формулу что сансара и нирваны едины по той причине что сансара она онтологически не как бы она не имеет оснований подлинный только акт трансценденции то есть акт непрерывного движения в потенциале вот я прошу прощения Александр потому что трансценденция это непрерывное но не движение потому что пока мы движемся мы движемся в привычном направлении времени и только потому что мы живем в иллюзорной реальности в застывшей реальности акт трансценденции да это вот некое как бы сказать не оцепенение безусловно нет но это некое подвисание некий люфт пауза да я просто применил категория совпадает с покоем вот примерно так я просто применил категорию движения к этому а очевидно это такое вне категориальное да недействие ну да в обычном смысле это недействие тогда получается в связи с тем о чем мы говорили например существование современной науки ну даже в самых ее серьезных изводах оно оказывается все время отброшенным в прошлое да то есть наука занимается теми законами которые сама устанавливает даже если это касается там биологии которые занимаются происхождением жизни исследуют микронир вот или там атомная физика то есть все эти вещи они так или иначе без трансцендирования становятся изучением прошлого обусловленного мира или мира который не существует ну да поэтому и реальность перестает возникать и поэтому собственно говоря вот происходит такой затырь в фундаментальных науках потому что перевелись ученые философы такие как были скажем как Бор как Гайзенберг как Эйнштейн как Паули а сейчас научные работники получающие гранты входящие в гигантские научные корпорации тем не менее тем не менее если ученый философ исследует какой-то аспект реальности он все равно будет производить так называемое научное знание будет описывать создавать тексты говорить о каких-то закономерностях и это все останется как след который его ученики будут уже ассоциировать с реальностью как таковых да дело в том что если если это создает ученый-философ он создаст ту научную реальность которая будет учитывать реальность еще не существующую но возникающую поэтому Бор и говорил очень интересную вещь если при столкновении с квантовой механикой у вас не кружится голова значит вы ничего в ней не поняли вот ученые-философы будут создавать такую теорию при столкновении с которой будет пружиться голова а если нет значит это обычный корпоративный ученый мне трудно представить как может не кружится голова при контакте с даже уже сложившими до сих пор знания потому что тот инструментарий и тот фактаж который накопила наука как естественно так гуманитарная философия любого любознательного человека естественно погружает в состояние очень специфического живого интереса и ощущение что мир бесконечно разнообразный и непознаваем в этом плане мне всегда кажется что наука она действительно в своих лучших проявлениях ассоциирована с поиском нового безусловно об этом очень хорошо сказал Ньютон когда он сравнил себя с ребенком который на берегу океана собирает причудливые раковины и у меня еще вопрос по поводу того как в акте трансценденции мы устанавливаем границы или не устанавливаем а осознаем их реальное наличие то есть это важный аспект познания и понимания то есть подход к тому пределу где мы уже никаким образом с сознанием прошлого не можем оставаться я понял я могу сказать так когда происходит трансценденция из какой-либо области неважно пусть из научной что происходит происходит следующая вещь возникающая реальность связывается прошлой реальностью при которой прошлая реальность оказывается таким предельным и стало быть частичным частичным вариантом то есть подлинно новое показывает вариативность где предыдущее прошлое всего лишь один из вариантов то есть вариантов которые возникают при таких-то и таких-то предельных условиях то есть предельных означает вот так таких окончательных да четко сформированных а когда а вот подлинное новое ставит это четко сформированное из единственного варианта в один из вариантов как скажем ньютоновский мир да с точки зрения такой квантовой механики это оказывается вот тоже неким таким предельным вариантом которому застывает а не всей реальностью в целом вот такое происходит получается что в нашей жизни в особенно наверное в социально-политическом аспекте существует достаточно много ситуаций когда новое складывается но оно не обретает вот той гармоничной связи с прошлым которое прошлое переформатируется называется не извлекаем урок истории да или попадаем на очень хороший вопрос потому что я как раз хотел вот эту тему поднять потом передумал теперь получается что нужно ее поднять очень хороший пример пример ситуации в котором могла бы быть трансценденция но не произошла это пример майдана он очень хороший как раз социально-политический что произошло было нечто такое в котором трансценденция означало отказ отказ от своих прошлых предубеждений выйти в некое неопределенное бесформенное новое бесформенной реальности утратить опознавательные ознаки утратить свои привычные координаты мира и за счет этого уже находить связь друг с другом а этого не было не было произведено поэтому каждый остался при своем националисты при своем образе девятнадцатого века сторонники европейского пути развития которые не понимают что это такое остались при своем там еще какие-то группы и каждая группа оказалась отделена от других не произошло того объединения которое могло быть если бы каждый из них стал бы никем то предполагает так транссиденцию этого не произошло и соответственно не произошло и освобождение от тех социальных реальностей которые можно было бы понять как ограниченное а для каждого из участников эта реальность была абсолютно единственной вот буквально когда говорят что видят глобус Украины а когда видят глобус это всего-навсего модель в большом очень мире в котором есть не только глобус а нечто еще другое 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 это была бы совсем другая картина но этого не произошло поэтому совершенно верно и не был извлечен урок из прошлого то есть не было совершено обновление никто не стал другим а ведь только тогда когда мы становимся другими тогда извлекаются уроки с прошлого уроки с прошлого освобождение от зацепки на прошлое это освобождение от зависимости от реальности от конкретной формы реальности как единственной реальности вот это да именно поэтому мы ходим по грунту мы не извлекаем опыта потому что мы не трансцендируем потому что мы не обновляемся потому что мы не входим в ту реальность которая вот прямо сейчас открывает бесформенное пространство неопыдированных перспектив то есть получается что войти в эту реальность это невозможно сделать на уровне страны потому что это только на уровне уникальных индивидов которые но интересно такое что когда в истории совершают личности вот такой от трансценденции действительно совершают и совершают какое-то пусть малое но активное число людей которые на это способны они эту способность передают культуре в каком-то смысле но если посмотрим на европейскую историю на лютера который говорил да вот устаю и не могу иначе он совершил такой акт трансценденции и за этим пошло целое движение он провел водораздел и нечто произошло а у нас не происходит ничего мы вращаемся все время в одном и том же мы не обновляемся соответственно не извлекаем опыта из прошлого мы тащим с собой прошлое и думаю что с помощью мы можем нечто построить но с мертвым построить ничего нельзя почему у нас все разваливается потому что мы не в живом состоянии потому что потуги ожить и действительно совершенный акт трансценденции это разные вещи Олесь скажите пожалуйста я так понимаю что дети в основном находятся в этом состоянии да вот они рождаются нет дети не находятся снова говорю в каких условиях это происходит дети дети точно так как и взрослые они вступают в готовый мир на них накладывается готовое ожидание а вот тогда когда перед ними вопреки всему мир открывается как нечто странное тогда другого дела но дети способны увидеть это нечто странное больше чем взрослые которые уже ограничены в каком-то смысле да в каком-то смысле да поэтому и первый опыт трансценденции естественный такой он возникает обычно обычно в детстве возможно ли как-то помочь сохранить детям ну таким образом повлиять на поколение сохранить вот это состояние ну что это это такое мышление какое-то уникальное что это может быть какие дети это может быть философия да из каждой европейских странах философии преподают сейчас ситуация в которой мы находимся во всем мире она же тоже в какой-то мере могла нас подвинуть дать нам возможность быть в состоянии обнулиться да быть или мы уже сейчас в этом состоянии находясь на всемирном карантине анализируя что с нами происходит меняясь ну да это может но может реально насколько это происходит это второй вопрос а что способствует тому чтобы прийти к этому состоянию допустим поработать ну философия понимаю об этом я уже говорил это две вещи это естественная опыт трансценденция который мы не сами который в нас вторгся а затем это обращение к живым проявлениям философской мысли то есть первоистокам к первоисточникам философским текстом на кого можно обратить внимание сейчас я могла бы записать и я не знаю тут мне сложно советовать можно начать с античности можно начать с гераклита можно начать с парменида потом скажем перейти к платону давать советы в данном случае достаточно сложно да спасибо спасибо если вы говорили о том что неизвестное непредсказуемое становится сердцевиной отношения мне кажется что сердцевиной реальности и соответственно это та реальность которой мы можем действительно налаживать связи друг с другом относиться друг к другу ну я хотел утащить вот что если говорить вот о ну это уже переходя на психоаналитические термины о желании желания да или о подлинном желании ну да есть желание изменения желание неизвестно вот то свободное желание ну да можно сказать желание всегда другого желание обновления и получается что коль скоро мы с уже завершенным миром миром созданным прошлым и опорами мы не можем установить связь без акта трансцендирования то только любой реальный взгляд на свое прошлое возможен только через это отстранение через трансцендирование ну да да может так имеется ввиду что просто формально знать прошлое как говорится выучить историю там по учебнику или ориентируясь на какую ну это будет опять таки это будет знание иллюзии знание иллюзии причем знание которое делает нас нереальными мы можем знать только обновляясь а такой вопрос а к трансцендентности он может ли происходить ну просто на эмоциональном уровне если он происходит так я уже говорил мы не делимся на разные уровни у нас нет полочка рационального уровня полочка эмоционального уровня полочка какого-то телесного уровня все здесь оказывается единым ну как сплав металла мы же не можем делать где там отдельно золото где там будет серебро там все переплавится друг с другом все войдет друг в друга то же самое и тут что все это будет проявление возникающего нового бытия в котором мы действительно живы а это живое состояние оно единое так сказать по всем точкам делится только мертвое на уровне и как вы говорили оно может как само вторгнуться да не может как правило исходно как правило да и порой из ниоткуда я просто вспоминаю так и что да неожиданно спасибо алис замечательная тема посмотрите я просто хочу еще раз да как бы как бы сказать но не то чтобы подытожить а скруглить немножко сжать транссиденция это ориентация на бесконечную возможность это ориентация на то что не имеет предела на то что в любой завершенной замкнутой форме тем не менее является семенем неизвестного обновления этой формы хотя вроде бы все завершилось несмотря на это там все равно есть перспективы на обновление вот это акт транссиденции опять таки буквально по блэйку да в одно мгновение видеть вечность то есть видеть бесконечное единый горстик бесконечность вот это отличное описание акта транссиденции а сейчас все больше в мире мне кажется становится популярными люди погружаются в желание упорядочить упорядочить в твою жизнь конечно конечно то есть чем более неопределенным однозначным сложным становится мир тем больше люди пытаются вцепиться во что-то определенное однозначное готовое устойчивое и между прочим в каком-то смысле провалом так как будто атрофируется является нынешняя пандемия вот она заставила заставила что уединиться и тут обнаруживается пустота но в плохом смысле что я без привычных опор не могу я их ищу не могу находить и у меня начинают возникать разные деструктивные состояния мне даже кажется что вот ну вот даже я сейчас свою жизнь достаточно скрупулезно стараюсь разложить увидеть но понимаю что в этом теряется такой элемент неожиданности игры ну не знаю импровизации когда ты не подчинен правилам прописанным с утра до вечера просто открываешь жизнь во всех ее вот неожиданностях но такое ощущение что это это возможность это умение атрофируется как мышца которая не используется и как-то ее возобновить работу кажется крайне сложным вот как взять и выйти и начать смотреть на мир во всех ее непредсказуемости конечно сложно естественно это невозможно потому что естественно мы привыкли защищаться естественным путем без трансценденции мы ищем опоры мы ищем условия в которых мы могли бы закуплиться и оцепенеть а такой вопрос например если попробовать какой-то катализатор включить что ли например мы привыкли там с работы добираться определенным маршрутом а тут мы решили как-то это все разрушить и пойти совсем другим путем может ли это как-то способствовать акту трансценденции что способствовать я уже говорил если мы решаем пойти по другому маршруту мы все равно знаем что это другой маршрут есть только тогда когда мы оказываем ситуации полной неопределенности нам не просто зацепиться а также у нас все равно есть представление что это карта это местность уже есть на ней построены дороги пусть даже скажем не такие явные как в привычном маршруте а только тогда когда оказывается первопроход сами когда мы идем другой дорогой в смысле мы вообще идем в наш дом через другую реальность вот тогда да а философские тексты они помогают и кстати проявление искусства которые тоже являются такими философскими явлениями которые тоже помогают это сделать то есть буквально работая с текстом если ты ощущаешь чувствуешь что у тебя уходят из-под ног опора теряешь смысл да вот ощущая головокружение вот если я перечисляю головокружение вот туда стоит двигаться это стоит использовать слушайте а смотрите работа с философскими текстами сейчас получает такая практика садится некий чтец допустим философ и работая с группой разбирая определенный философский текст не мешает ли это в этом случае людям вообще один на один общаться с философскими мне кажется что вот такой подход мешает то есть сначала люди должны по одиночке этот текст прочесть сами а потом встретиться встретиться со своим головокружением каждый приходит со своим головокружением в общее пространство вот тогда что то можно а так это получится такой школярский университетский семинар а вот это значит дом а это это классическая музыка достаточно часто прослушивание и выводят нас в это состояние близко причем вновь и вновь часто достаточно мощное произведение ну опять таки каждого своего классики бывают разум бывает классик которая уже настолько залакирована да и нельзя пройти ну скажем по-разному там у меня например так вот музыка барокко да оказывает такое воздействие музыка додокофонистов двадцатого века а нет ли у акта трансиденции разных уровней ну как бы разных уровней развития а я на смотрите разные уровни есть только у мертвая реальность почему я об этом объясню да точно вы говорили да 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 я знаете почему об этом подумала потому что раньше когда человек был только на первых этапах своего развития он открывал мир шел как раз новыми дорогами не зная планеты не зная какая она на черепахах она или круглая и каждый раз это было не каким-то открытием а сейчас в основном физическое то что мы видим то что мы ощущаем изучено и вот мы этим окружены и крайне сложно перейти на что-то более глубокое и серьезное ну вот то чего мы не видим на каком-то уровне вот такая мысль была почему я и подумала про уровни потому что может быть сейчас человек и остановился потому что мы не можем у нас нет возможности видеть нечто глубже то есть знание мешает пониманию я правильно да совершенно верно ну проблема в том что сошло очень много обстоятельств информационная революция социальный прогресс прогресс технологий скорость технологий и оно они создают вот такую глобальную иллюзию бесконечного контроля ничем неограниченного контроля это это иллюзия ну за эту иллюзию на самом деле мы цепляемся в каждой своей мере поэтому мы ведь не случайно вот я говорил уже и перевожу очень как хороший пример статью Варга Сальюса цивилизация спектакля сейчас голос философов он вообще не слышал либо философ должен быть таким шоуменом как жижик либо таким ментором как кто я не буду говорить университетским ментором то что не он и 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 результат того, что мы на карантине, во всем мире закрылись буквально почти все. Говорит о том, что мы полностью, если говорить общество, общество полностью подчинено бесконечному контролю, вот иллюзиям. Мы подчинились этому. Те страны, которые, допустим, не подчинились и они следуют другому пути, их можно определить как... К сожалению, сейчас все страны следуют такому пути, ну, в разной степени. Но тенденция такова. Это означает, что мы движемся к катастрофе. Что вы называете катастрофой? Я называл катастрофой отсутствие исчезновения в социальной жизни вот с этого элемента трансценденции. А сейчас все идет к тому, что практически это место исчезает. То есть еще оно как-то теплится, но оно практически исчезает. И это что правильно ли я понял, что в тот момент, когда каждый мог бы встретиться с большим количеством, с неизвестным, каждый мог бы встретиться, в этот самый момент государственные структуры и вообще система начинает предлагать готовые... Не только государственные, государственные, социальные, СМИ, массовая культура. предлагает некое господи, список как и что нужно сделать, сценарий предлагает. Ну да, да. И человек в этот самый момент уходит от возможности совершить акт и в этом катастрофу. Да. Мы следуем иллюзиям, которые нам... Как результат, как результат, да. Ну, буквально сегодня читал тоже, как проводили социологический опрос и тем не менее там много... Большой процент людей не только у нас, но и по другим странам не верят в коронавирус, не верят во все это. Но это больше сводится к тому, что оно не верит государству, потому как в СМИ столько много лжи, люди очень скептичны, у всех конспирология и... То есть... Нет, это неверно, это неправда, мы с этим не согласны. Ну почему? Люди не согласны с тем, что есть что-то, что выходит за пределы возможности контроля. Люди не хотят такое признавать. Вот есть нечто, что невозможно контролировать? Нет, мы в это не верим. Это происки других, то есть это то, что контролировано, но другими. Они восстанавливают миф-контроля на другом уровне. Ну и слышал такой, не знаю, может позитивный момент, не помню, в Испании, что ли, об этом говорится, по-моему, об этом говорила в Швеции, что после этого коронавируса в этой ситуации хотят ввести такое понятие, или не понятие, а такую вещь, как трудовой доход, или что-то, не помню, правда, как формулировано, правильно называют. Обязательный доход, да, как-то он? Или безусловно? Да, что людям будут, ну, после этих всех событий, то есть человеку в обязательной форме будет с самого рождения давать определенную сумму денег, то есть каждый месяц. И это, кстати, очень интересно, потому что сейчас человек чувствует свою значимость, когда он занят в процессе работы, а тут обнаружится свободное время, и вот тут-то возникнет самая большая проблема. Человек не знает, что делать в свободное время. Может, мыслить начнет. это на грани, потому что это разрушительно. Ну, вот тут вот трансценденция получается. Не знаем, что будет. В чем-то попали. В том-то и дело, что если человек не имеет, то есть он столкнется, он будет скорее разрушать себя, пытаясь так сказать, войти в привычное состояние, чем позволить исчезнуть своим опорам. Я это больше смотрел наоборот, наверное, как работа, это как-то опора, которую люди все ищут, за нее цепляются, боятся потерять эту опору. А тут как бы ты знаешь, что у тебя какой-то определенный покушать будет, что да, назовем так, заплатить, жилье будет. И ты уже можешь даже где-то будешь искать не то, что где больше заработать, а то, что больше твое. в том-то и дело, что страшно своему. Это остаться одному. Насколько я знаю, есть в какой-то стране уже возможность не работать, каждый житель, может, в Швеции каждый житель получает определенную сумму на жизнь, и все равно люди выбирают профессию и идти в профессию, потому что это дает статус, это дает уважение со стороны других людей. Да, потому что человек сам по себе не хватает силы ему обнаружить себя, то есть вот этого самого по себе. Да, ради других делается, вот даже я пойду, у меня есть все, есть возможность. Человек ищет опору в прошлом, в частности в признании со стороны социума. Послушайте, работа и профессиональная деятельность, она же не обязательно должна быть связана с признанием, она может быть проявлением интереса и потребностей. А в современном социуме она жестко завязана под признание. А творчество? Не только такое общее обязательное социальное это может быть признание со стороны малых групп. Например, блогеры и стримеры на ютубе. Но все равно это все равно завязано на признании. То есть на попытку поместить себя под луч признания, чтобы зафиксировали, переложили в какую-то клеточку прошлого. Музей, на котором экспонат должен занять свое место. Мне кажется, эти вещи вообще нужно разносить. То есть, скажем, зарабатывание денег на жизнь и, скажем, вкладывание в свою финансовую экономическую стабильность это одно. Хотя нам тоже можно в принципе претворить. А трансцендирование и творчество в подлинном смысле это совсем другое. Это наша живая жизнь, жизнь персональная, индивидуальная. А тут как раз и возникает проблема. Нельзя быть беременным немножко. Нельзя быть тут я немного живой, а вот там я, так сказать, вписан в клеточку социального механизма. Вот в чем проблема. Ну, в социуме все равно как-то вписаны, да, и это жизнь для других, в которых мы можем проживать, ну, не то, чтобы формально, а просто потому, что так получится, когда на нас смотрят другие, они же видят нас для них, а мы живем, скажем, для себя. В этом плане, ну, наша жизнь естественно отчуждена неизбежным образом, поскольку мы в обнимании других, но наше-то, что называется, намерение и острее воли, оно направлено на собственную перспективу. Понятно, что это требует каких-то, опять же, практик избавления от зависимости, но это возможно. возможно, в том случае, если в социуме есть место для неизвестного, а современный социум, собственно, раз, что и показала пандемия, он не таков. Ну, то есть, вы говорите, что человек, который существует в обусловленном социуме современного типа, он просто не найдет себе места для воплощения себя, когда он настолько сильно этим обусловлен, что... Ну да, именно об этом, да. это связано именно с тем, что отсутствует та самая традиция, да, которая могла бы... Отсутствует, я говорю, места для неизвестного и неопределенного, которое, в принципе, в европейской культуре занимала философия. Не академическая дисциплина, а реальная философия. Да. Хорошо, друзья, тогда, полагаю, на сегодня на этом мы можем закругляться. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Спасибо. Вот тогда, да, и до следующих встреч. Да, Олес, благодарю. До встречи через неделю. Всего доброго, да. Всего доброго. До свидания. Спасибо.